София, Николь и Леата с сёстры вместе посещают 110-й детский сад. Сюда ходил их отец. Теперь Роман рассказывает, девочки идут в школу и жалко покидать детский сад, который так капитально отремонтировали. Красивые снаружи, внутри площадки детские, очень уютные. Красоту как-то не хочется и бросать. Ну, судя по их возрасту, надо уже в школу идти. Если можно было на год это продлить, чтобы восторгаться красотой. Одни уходят, другие приходят. Сегодня мэр Сочи Анатолий Пахомов лично вручил две путёвки очередникам. Родители в восторге получили место в отремонтированном детском саду. Увидела, какие тут прекрасные условия. И я очень рада, что мой ребёнок будет воспитываться, образовываться в таких условиях. Потому что красивому красоте надо привыкать с детства. Я бабушка, водила молодости своих сыновей. А сейчас ходят мои внуки. И я благодарна, что они будут воспитываться в этих прекрасных условиях. Низкий вам поклон всем. По просьбе главы города шефство над садиком взяла частная фирма, которая вложила 15 миллионов рублей в ремонт. Хороший ремонт. Надолго платить? Тут делалось всё качественно. Отремонтированы кровля, фасад, пищеблок, медицинский кабинет и застудия. Сделали вентиляцию, поменяли окна, электропроводку и дренажную систему. Вот здесь вот у нас были лужи, потому что вода никуда не уходила. И сейчас, смотрите, дождик прошёл, всё сухо. Вообще замечательно. В городе шефскую помощь оказывают 150 предпринимателей. Свой вклад они предпочитают не афишировать, ведь любое благое дело пойдёт на пользу лишь тогда, когда о нём не говорят слишком громко. Мы очень благодарны нашим предпринимателям города Сочи, которые уже на протяжении последних пяти лет активно участвуют в шефской работе. Мы, естественно, поэтапно, но очень системно занимаемся тем, чтобы все детские дошкольные учреждения были в идеальном состоянии, в хорошем виде. Так же, как детский сад 110, обещает глава города, будут выглядеть в Сочи все школьные и дошкольные учебные заведения. Сейчас в городе строятся три новых школы и два детских сада. Уменьшить очередь помогли и 18 новых корпусов, которые пристроены к уже существующим учреждениям. Всё начинается с детства. И любовь к прекрасному, и первые уроки вежливости, и правильный распорядок дня. Уютно не только в тех кабинетах, где дети занимаются, но и в помещениях, где готовят еду, где дети принимают пищу и спят. Сама атмосфера пребывания в чистоте и уюте – это и есть залог здорового поколения, считают педагоги. Сейчас здесь слышится только пение птиц у детей «Тихий час». А ещё совсем недавно на это время ремонтные работы приходилось приостанавливать. Они начались в ноябре прошлого года. Садик при этом не закрывался и полностью завершились 14 июня.